Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы! Сегодня я хочу с вами поговорить о георгинах, о необыкновенных красивых цветах. У нас заканчивается лето, август, скоро начало сентября и вы мне задаете вопросы о проблемах, которые были у вас в этом году, а может быть на протяжении многих лет. Первый вопрос звучал о том, что что случилось с георгинами, если так называемые пустоцветы, потому что сорт, который вы купили, заявлен достаточно махровый может быть и достаточно объемный, а у вас вырос цветок такой, который имеет пустую середку. Второй вопрос звучит о том, что опять же заявленный сорт достаточно большой должен быть, может быть даже до 30 сантиметров, а вырастает вот такой до 10 сантиметров. Еще звучат вопросы от вас, дорогие зрители, то, что ваши георгины могут не распуститься, будто он как бы мокреет, становится бурым и становится вот такая масса, которая не может открыться. И о этих всех проблемах я сегодня хочу поговорить с вами. Вы все знаете, что георгина достаточно теплолюбивое растение, достаточно теплолюбивое растение. Малейший заморозок, даже вот сейчас осенью, который может постигнуть наши цветы, практически остановит их жизненный путь, они подмерзают. Но бывает так, что довольно-таки долго идет затяжная весна, холодная. Вроде как бы и минуса нет, но и прогревания хорошего нет. И вот мы высаживаем даже при температуре 5, 7 до 10 градусов. И наши георгины достаточно долго находятся в таких холодостойких условиях. Это тоже уже в начальной фазе роста георгин может отразиться на вот таком буйном цветении. Дорогие мои друзья, очень сильно влияют длительные затяжные дожди. Ну и туманы, конечно, это проблема грибковых заболеваний. А что же такое с затяжными дождями происходит? А то, что дожди вымывают питательные вещества. И георгинам практически нечем питаться. И тоже обеспечить вот такую огромную бутонизацию не может растение. Несмотря на то, что материнские деляночки клубни питают растение, но только в начальной фазе. А уже с июня, с июля растение питания, конечно, получают из земли. Дорогие мои друзья, мои георгины посажены достаточно густо. Но для вас это может быть проблема, потому что подкормка вот такого цветущего георгинового рая представляет большую трудность. Вам сложно летом подкормить такие растения. Более того, очень часто я говорю вам о том, что мы не применяем азотистые удобрения, особенно перегной навоз для георгин. Вы можете использовать перегной осенью. Вот когда вы выкопаете свои растения, вы удобрите эту грядку цветник, который на следующий год вы посадите георгина. Таким способом, перезимовав перегной, обеспечит в ранней фазе георгина азотом. Даст ему возможность набрать вот такую зеленую изумрудную массу. Но буквально с начала июня мы удобряем калинофосфорными удобрениями. Это очень важно, потому что должна быть большая бутонизация, должны быть большие бутоны обеспечены. И не только это с июня, с июля мы уже наше растение готовим к зимовке. Именно калифосфор, например, зола, поможет вашим клубням, деляночке вырастить крепкими, здоровыми и подготовиться в зиму. Вы представляете, какое истощение сейчас у растений? Скоро мы будем выкапывать клубни, но они просто не смогут набрать того питания, которое поможет им перезимовать. И все-таки, дорогие мои друзья, основная проблема георгин это заболевания. В туманы, в дожди, в холодную погоду или даже если у вас где-то рядом болеют растения, фитопторы, грибковыми заболеваниями, наши георгины подвержены такому же самому проблемам. Я вам расскажу сейчас о этих заболеваниях, но хочу тоже обратить внимание, если вы хотите высадить только георгины на следующий год. Дорогие мои друзья, георгины любят нейтральную почву, а если почва достаточно кислая, это PH ниже 5, 4, 3, 2 или грунт у вас щелочной, так называемые солончаки, к сожалению, георгин не может раскрыть все свои качества, потому что в такой среде идет плохая усвояемость железа и у вас растения желтеют листья, не формируется ботанизация и на таких почвах кислых и щелочных не получается такого борного цветения, но вы не расстраивайтесь, вы принимаете все способы для того, чтобы нейтрализовать землю. У меня для вас очень много видео для этого. Сейте сидераты и применяйте другие способы. Если у вас весной, в начале лета идут проливные проливные дожди еще до начала цветения, дорогие мои друзья, такой прекрасный препарат для образования корней, корневин например, мы используем буквально можно до фазы ботанизации, когда идут проливные дожди, у георгин отмирают маленькие меленькие деляночки, которые действительно являются сильным таким питательным проводником нашего растения. И когда дожди, эти деляночки загнивают и просто погибают. Поэтому до середины лета, несмотря на то, что какой же уже корневин, вы пользуетесь для того, чтобы сохранить эти клубеньки, дать возможности хорошо разрастись корню и этим самым тоже помочь растению пережить вот такие проливные периоды лета. И снова хочу обратить внимание на то, что, пожалуйста, в начале лета минимализируйте количество азота, которое дает хорошую зеленую массу, но блокирует бутонизацию и цветение. Это тоже очень важно. Но самая большая проблема вот именно получения таких пышных красивых цветоносов, бутонов, это, конечно, грибковые заболевания. Первое, на что я хочу обратить внимание, это серая гниль или батритис, мы называем, провоцирует это запущенность посадки, тень, высаживайте георгины только-только на ярком солнечном цветах, много дождей и азот, как я бы говорила. Первоначально появляются бурые пятна, а со временем растения поражают все части растения. Цветоносы искривляются, бутоны у вас не раскрываются и засыхают. То есть, вы очень часто даже не можете полюбоваться сортом георгии. Не раскрытие бутонов, это является очень серьезным заболеванием батритис, который может отразиться и на следующий год, несмотря на то, что вы клубень в этом году можете получить достаточно хороший. Растение покрывается таким серым налетом и провоцирует похолодание, дожди. Растения болеют в основном весна и осень. И осенью цветки георгины как бы размягчаются, становятся водянистые и получаются в такие бесформенные цветы и становятся мокрые и практически они погибают. Инфекция сохраняется и в клубнях в виде грибницы и обязательно она передастся и на следующий год. Пожалуйста, на это заболевание обратите очень большое внимание. Большая проблема это и белая гниль, увядание отдельных побегов и образование белого мицелия, такого с черными вкраплениями. Это белая гниль, поэтому тоже рассматривайте кусты георгин. Дорогие друзья, очень серьезное заболевание фозоариозное увядание. Мы с вами говорили о клематисах, что практически мы можем потерять это растение, но и георгин подвержен этому заболеванию. И мы видим, что верхушки увядают, бутоны поникают и растения покрыты частично таким белорозовым налетом. Это фозоариоз, грибки такие. И при выкапывании клубни сморщиваются и плохо сохраняются при хранении. И вот это фозоариозное увядание может перейти и на следующий год и распространиться на другие растения. Еще очень серьезное заболевание грибковое это мокрое бактериальное гниль. Есть бора и еще гниль. Разные-разные виды грибковых заболеваний, спористых, скажем так. Мер борьбы достаточно активны и агрессивны должны быть. Мы используем с вами фунгициды. Это фитоспорин, фондозол, оксихом. Препараты медь содержащие. Но не только в период роста. Вот на фазе выкапывания растений мы будем с вами обрабатывать хотя бы марганцовкой. Дорогие мои друзья, у меня целый плейлист о георгинах. И может быть у некоторых цветоводов вызывало умиление или возмущение, что все свои клубни я обязательно промываю, когда выкапываю, высушиваю и только чистыми заношу в подваг. Это неспроста для того, чтобы обеспечить дезинфекцию растений. И самое главное, не заразите другие мои растения. Поэтому, пожалуйста, мы с вами еще осенью встретимся. Но вот грибковые заболевания это очень большая проблема у георгина, особенно в этом году. Более того, больные зараженные растения, к сожалению, бывает такое, что мы вынуждены с вами уничтожить. А есть еще и вредители георгин. Это всем известная тля, нематоды, слизни, клопы, гусеницы, совки. И особенно опасная такая капустная совка, которая грызет листья и уходит в землю. И практически на следующий год вы снова можете посадить свои растения эти или другие в такую инфицированную землю. Дорогие друзья, мы обязательно убираем отцвелшиеся цветия для того, чтобы не истощали наши растения. Очень большую проблему еще создают вредители. Это тля, особенно если у вас где-то овощная грядка. Очень большую проблему создают у нас слизни. Они прогрызают листики и нарушается питание растений. И днем вы их не видите. А вот следы такого серьезного слизни очень серьезные. Они даже разносят грибковые заболевания вот на своей слизи. Поэтому это не только неприятно, но еще и опасно. Есть еще такой жучок, называется Олинка. Черный жучок с тоненькими такими вкраплениями. Он выедает середки наши герги. Это тоже очень опасно, но его мы собираем только вручную. Большую опасность нам еще белокрылка представляет. Это может быть массовое заболевание ваших цветников и садов. И могут быть трипсы. Дорогие мои друзья, при таких вредителях насекомых мы обычно используем инсектициды. А слизни тоже мы говорили о них. Это препараты типа Грозы могут быть профессиональные. Поэтому, пожалуйста, не жалейте. Используйте эти препараты для борьбы и со слизнями. Жучков мы собираем вручную. А вот такие, как белокрылка, очень хорошо используют препараты Актар и другие средства для белокрылки. Все проблемы, которые я описала, и могли спровоцировать то, что ваши бутоны меньше заявленного размера. То, что у вас может быть пустоцвет, так называемый, пустая середка. И обратите внимание на то, что и на следующий год эти заболевания у вас могут не только проявиться, к сожалению, усилиться. Вот такие особенности, нюансы. Я обратила внимание, надеюсь, ответила на ваши вопросы. У нас конец лета. Я надеюсь, что осень будет теплая. И наши георгины только-только набирают фазу цветения и будут долго-долго нас радовать. А позже мы встретимся с вами уже в момент, когда будем подготавливать георгины к зимовке. Обращаю внимание, что георгины выкапывают лучше в период, когда прошли легкие заморозки. Для того, чтобы вегетация растений остановилась, в клубни вошла сахароза. Это тоже будет одна из гарантий хорошего хранения в зиму. Поэтому не спешите срезать и выкапывать георгины. Дождитесь моих следующих видео. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, если вам эти видео интересны. Подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами. Подписывайтесь на мой канал.